Всех привет и прямого просмотра. Продолжаем проходить FIFA 20. У нас впереди премьер-лига против Детер Сити, очень сильного соперника прошлого сезона и можете прекрасно видеть по этой таблице, что от матча Сената догоняет по очкам и 31 игра, и 32 игра выходит. И нам очень нужна победа, очень нужна победа в этом матче, потому что если мы проиграем в этом матче, мы можем потерять первое место. Вот такие дела. Вот конкуренция в конце сезона начинается у нас, господа, можно так сказать. У нас всего впереди только один. Если мы с этим сыграем, точнее сыграем в этом моменте, у нас только один соперник ТТХМ останется среди сильных команд. Ну что, погнали мы. Так, что у нас здесь? Здесь у нас нетро, успели отдохнуть. Это замечательно. Это просто замечательно. У меня пускай так и остается. Все как оно есть. Выпустим себе, хотя бы с тебя, на самом деле. Так, а что у нас с правым-то вообще? 89 травм имеет. Вот такие дела. 89 травм имеет у нас правый защитник. Следующая у нас игра будет три чемпионов. Нельзя это у нас не будет в данный момент. Моментов того, что тоже надо не расслабляться. У нас эта неделя очень сложная, точнее этот месяц начался очень сложным. А мы переходим к игре. Не будем терять уже время. Да. Ну как тут успеть, мне интересно. Переходим к матчу. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Комментаторский дуэт сегодня остался без изменений. Как всегда для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим Премьер Лигу. Что-то подсказывает мне, что матч сегодня будет отличным. На стадионе сегодня замечательная атмосфера. Болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретное сказать сейчас вряд ли представляется возможным. Но я думаю, что команды хорошо готовы, изучили друг друга и нас сегодня порадуют. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяин. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. И так стартовый состав Лестера. Представленная схема. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдана на откуп фланговым игрокам. Такой в центре цапку такой низкого роста и фланговый. А ну а же фланговые такие должны. Это нападающие могут быть высокие, очень хорошо. Ну что, матч у нас начинается. Первым пасом, господа, мы теперь дома играем. Должна быть дополнительная мотивация то, что мы должны здесь. Пройти дальше. Пройти дальше. Не знаю я об этом. То, что, блин, нам надо забивать голу здесь от 100%, чтобы побеждать в этом матче. Побеждать в этом матче, чтобы иметь столько же очков, как и матчи с ЮНАТой. И иметь больше, если они проиграют. Вот что проблема. Мы с ними больше не сыграем. В этом турнире. Тока на наши силы. Тока на наши силы. С рекордом Лиги по игре в домашних матчах. Да. 10 побед из 15 возможных они одержали. И еще раз мы с удовольствием посмотрим, как они играют. И вот удар. Удар хороший, но не точен. Огорчен тренер этой упущенной возможностью выйти вперед. Удар хороший, но не точен. Все. Удар от ворот будет. Ах, няч уходит. Косикис тут хорошо поработал, выиграл аут. Никлас Зюли. Да е-мое, ну куда-таки последовать? Куда-таки последовать? Перехват был хороший. И мяч потерян. Хорошая игра в пас. Тихо, ну блин, я не так думал-то. Хороший удар, конечно, но я думал, что он уже отнимает у меня мяч. Я при этом рефлекс работал, чтобы ударить поворотом. Но ударил я прям по ударю. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое. Так, навес у нас происходит. Давайте посмотрим, что здесь будет. И удар у нас не выходит. Мяч выгоняет за пределы. Не, за пределы не получилось. У нас все-таки игрок. Я им не управлял, он сам побежал туда. Играют они в пас. И пробил. Блин, ну почти. Чего мы забить никак не можем, а? Какой момент был хороший, чтобы забить гол. Прям прекрасный. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. На вес произведен. Мяч наш. Отдает он передачу. Ну решай же! Решил пас дать. Кому? Без понятия просто. Блин, ничья нам тоже очень плохо здесь. Очень плохо ничья здесь. Сезон-то у нас заканчивается уже. Как я хорошо шел. Как замечательно шел. И конкуренция в конце. Конечно, это очень интересно. Конкуренция замечательная. Просто то, что в данный момент у нас есть мотивация, чтобы бороться. Купки Карабай мы победили. Это замечательно. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Лестер на фланге. Есть где разбежаться. И подача туда, в сторону ворота. Спасибо большое за пас. Огромное спасибо. Снова пас. Вижу, есть ячейка. Еще на ячейке есть. А не опасно? Ай, блин, защитник просто встал между воротами. Воротами и мяч еще у них, но контратака не получилась. Хорошо, защита перестроилась. Играет в пас команда. И с мячом он идет вперед. Опас момент. Отличный сейв вратаря. Откровенно говоря, пока что от такой игры клонит сон. Почти ничего не происходит на поле. Никто не хочет рисковать. И играть активно впереди. А надо бы, если кто-то все же решится сегодня забить гол. Понятно. Мяч мы теряем. Лестер оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Похвалил я их игру в пас. А не вовсе их потеряли. Да, хороший был пас. Ну куда такой давать? Ну куда так? Куда так? Уверена, они идут вперед с мячом. И мы пропускаем, господа. Мы все-таки пропускаем. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим поле открытого футбола. Мы все-таки пропускаем. Очень плохо. И под конец первую тайму. Очень здорово пробил игрок. Весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. Что нам надо тут делать? Нам надо, чтобы в этом матче победить. Недоволен тренер таким положением дел. Теперь нужно догонять соперника. 1-0. Сейчас будет веселее. Табличка в руках четвертого сухи. Три минуты добавлен. О, е-мое. Все. Первый там за счетом 1-0, который мы проигрываем. А этот парень может играть гораздо лучше. Нам показывают графику с его ударами. И она довольно унылая. Все-таки нападающий должен быть более активным. И как бы здорово не играли защитники, он должен находить моменты для удара. Пока нет. В 45-й минуте, да. В конце, прям под конец первый тайм нам загрипал. Я так не представляю. Там есть матч, если она, кажется, нет. Они начинают, продолжают мы переходим в тром тайм. И они начинают свою распасовку. Нам надо, чтобы победить, надо забить два гола, да? Если мы проигрываем за счет 1-0, чтобы победить, нам надо забить еще два гола. И, короче, у них навес происходит. Навес по центру, но тут наш защитник справляется. Но мяч выбивается в вау. Но это при этом вес, который имеет право взять в луке. Мяч. Хороший удар. Бронтарь намертво забирает мяч. Так, он же отнялся в свой конец. Да, следующая игра у нас с Интером. Лига чемпионов. Очень трудный у нас календарь пошел. Соперники непростые. Да ё-моё, ну как так играть? Неужели еще травму присобачили, а? Да ё-моё, какая навиг травма. Блин, плохо, очень плохо. Очень плохая ситуация на нашем поле. Это у нас самый главный нападающий получает травму. И он может получить такую травму, то, что он не будет в этом сезоне вообще. Покидает поле травмированный игрок. Игра возобновится спорным мячом, похоже. Это очень плохо. И мяч в руках, и галки. Да ё-моё, какой пас-то нелепый. Какой пас-то нелепый. А время-то идет, время-то идет наивнее. Замена проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Уже и матч из РП победит, а? Есть тут возможность к воротам убежать. И что дальше тут будет? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Никвас Зюли. Теряют они мяч. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Передача к его исполнению сегодня невероятно точна. Уверенно действовал в перехвате. Хороший момент, хороший момент. Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангами. Возвращает он пас. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Громкость сейчас на трибуна. Гонят болельщики вперед в свою команду. Да е-мое. Ну, это еще ты из драмы получите. Время-то заканчивается. Время-то заканчивается. Какой-то один зовет, и все. Одним голом. Мне повезет, если матч сегодня тоже проиграет в матче. А это вряд ли они будут делать. Очень опасно могло быть. Да, и даете пас то близко, то далеко. Фиг поймешь, кому еще временами. Вот тут-то почему не тошный пас, а? Это просто держит мяч и все. В общем, им больше заняться нечего. А не забили свой гол. И обидно все время держаться в первом месте, врываться вперед. И сейчас получать тык себе. Очень высокий процент точных передач. Играют они в пас. Нет, я так ожидающе не пройду. Опять не точный пас. Че такое за фигня творится? Так, мяч у нас. О, гол мы сохраняем. И опять не точный пас. Хороший шанс был забрать мяч. 9 минут играть в основном времени этого матча. Видимо, они устали. Теперь катают мяч на своей половине поля. Но судья вряд ли даст свисток. Придется нам дотерпеть все это до конца. Выигрывает борьбу у соперника. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Здесь прессинг. С умом он мяч отдаёт. Отдаёт он передачу. Играет он на партнёра. Отдаёт он мяч партнёру. Интересно, куда дальше мяч пойдёт. Ё-моё, блин, всё-таки вдвоём не смог игрок. И как придумать, и мяч сыряем, выбирается в вау. Да, трудная игра, трудная. Тут ничего не сделаешь. Проигрываем, проигруем. Неужели у нас в премьер-лиге всего же две за весь сессий сезона клуба? Ну, это вратарь давать мяч. Ну, куда такие пасы? Куда, куда? Николас Зюли. Последний шанс у них есть, матч спасти. Нужно используем. Можно забивать здесь. Да ё-моё, какой шанс на ничью хотя бы, какой шанс был на ничью. Мы теряем этот момент, господа. Вот такой пару событий мы потеряли всё. проигрывать в таком матче, но вот сегодня, мне кажется, проигрывать особенно обидно. Хорошо смотрелась проигравшая команда. Да, и я уверен, что тренер их похвалит за эту игру. Обидно, 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 очень обидно, что мы проиграем в этом матче, но тут ничего не сделаешь. Переигровки не будут, играем как оно есть, играем как оно есть, господа. 0-1 по главному удару, 5-4, у створа 3-3, у ладима, 55-45, от этого мяча 1-3, травма 1-0, обзад 1-0, главы 2-0. Вот травму, блин, тоже очень плохо в этом матче получить. Травму тоже очень плохо получить в этом матче. Очень плохо. Так, страдает очередная череда драм, как вы в зарете оказался и как вы будете справляться с ним, можно сказать. Нам нужно справиться с помощью тех рисунков, которые мы располагаем, и зарекать из них смай на даче. Очень жаль, что сегодня получил травму, и выйдут на пол в течение ближайших 8-8 недель. Как вы думаете, игроки старт? Команде будет его не хватать, желаем мы скорее восстановиться в своей тренировке. Короче, его не будет 2 месяца, но это скорее все-все, конец сезона для него, он больше не выйдет. Похоже, ответный матч против Кубка Леса Сити пошел не так, как планируют, все пошло не так. Игроки, находясь под жутким давлением, результат неудачи, и я надеюсь, в этом будущем мы будем играть лучше. Спасибо, все вопросы до конца, до свидания. Вот такие пару событий. Так, развитие игроков. Переходим, конечно, непонятное дело. И надо посмотреть турнир на таблице, скорее всего, Матчестер победил и находится на первом месте уже. Так, место старта за тобой. Да, тут на 8 идей, ну, получается, до конца сезона. До конца сезона. Ну, и зато Лига Чемпионов у нас еще есть. Зато у нас Лига Чемпионов пока есть, пока мы здесь находимся. Так, пример лига. А, они еще даже не играли. У них она запасная игра. Но смысла никакого не имеет большого. Если мы придем, то они войдут вверх. Вот еще пару событий. А то Лесарь, кажется, поднялся на 4 место. Ладно. Ну что, на этом, господа, все. Увидимся в следующей серии в других прохождений. Все удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok